Добрый вечер! В эфире итоговая программа РТС «Семь дней» в студии Анна Ахпашева. Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о главных событиях уходящей недели. И сегодня вы увидите. Хакассия скорбит вместе с кемеровчанами, чтобы разделить боль невосполнимой утраты. Власти и оперативные службы начали проверки на пожарную безопасность в торговых и развлекательных центрах. И снег, и солнце, капризная весна в нескольких районах республики подтопила приусадебные участки. Насколько неожиданными оказались талые склоновые воды? В преддверии Пасхи антимонопольная служба обратила внимание на самый ходовой предпраздничный товар – куриное яйцо. Сдержит ли надзор повышение цены? Красавица, спортсменка, чемпионка – это все о Саяне Сагатаевой. Мы встретились с ней и узнали, что даже занимаясь боксом, можно оставаться женственной. Общенациональный траур. Страшная трагедия в Кемерове едва ли кого оставила равнодушным. По последним данным, в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в их числе 41 ребенок. Это горе, которое трудно выразить словами. Одновременно возникает чувство растерянности и непонимания, как подобное вообще могло произойти. По предварительным данным, пожар начался на четвертом этаже центра, где находились кинозал и детские игровые. Судя по кадрам, которые сняли очевидцы, ядовитый дым мгновенно окутал здание. Люди отчаянно пытались выбраться, но тщетно. Сегодня установлена пожарная сигнализация, была отключена, запасные выходы закрыты. Президент России во время визитов Кемерово выразил соболезнования родным и близким погибших. И дал оценку произошедшему. Преступная халатность и разгильдяйство. Владимир Путин заверил, следствие установит всех виновных. Здесь следственная группа работает, 100 человек пройдут по всей цепочке. Начиная с тем, кто давал решение, кончая теми, кто должен отслеживать за безопасностью. В зависимости от статуса вообще нет. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли. Только мы детей потеряли. Мы говорим о демографии, о том, что мы призываем детей рожать. Я надеюсь, что в результате таких вот вещей столько людей нет. Республика скорбит вместе с кемеровчанами. Приспущены государственные флаги России и Хакасии. На Первомайской площади и у Вечного огня прошли акции памяти. Кемерово, мы с вами. Мы хотим выразить свои соболезнования и разделить то горе, которое испытали кемеровчане. Это горе не только одного города. Это горе не только одной семьи, пострадавшей или потерявшей своих близких. Это горе всех женщин, всех матерей, всех граждан России. Мы разделяем это горе, мы вместе с ними. И если им хоть немножко будет легче, мы только вместе с ними. Это горе для всех, для всех вообще, для всей России. Особенно детей очень сильно жалко. Я пришла с детьми своими. Трагедия наша также, наши дети Сибирь. Смотрите по сторонам. И если вы где-то что-то увидели, что нет этого чертова огнетушителя, еще чего-то, не нужно просто пройти мимо. Плевать, как на вас посмотрят, плевать, что скажут. Обратитесь куда-нибудь, дайте этому огласку. Я бы хотела, чтобы прошла минута молчания. Субтитры создавал DimaTorzok Вместе с горем пришло осознание, насколько в нашей жизни важна безопасность. Выгоревшее здание Зимней Вишни не подлежит восстановлению и будет снесено. А сколько подобных заведений по стране есть они и в нашей республике. Глава Хакассии отдал распоряжение повсеместно начать проверки пожарной безопасности. В зоне внимания не только индустрия развлечений, но и торговые центры, школы, детские сады, интернаты, спортивные залы и музеи. Всего более 500 объектов. Пожарные предупреждают, они появятся без предварительного уведомления. Нас попросил народ. Нужно сделать все для того, чтобы действительно все проверить. И если это нужно, остановите эти заведения в их деятельности. Остановите. Не надо только репрессий и в то же время должно быть все жестко. Если потребует ситуация, значит закрыть предприятия эти, учреждения, центры, пока не наведут порядок. Страшный сигнал. Но он сигнал. Все просят этого. Проверьте, пожалуйста, все. Вы слышите? С этим девизом работать. К теме проверок торговых центров мы вернемся чуть позже. А сейчас о погоде. Вернее, о ее весеннем непостоянстве. В начале недели Хакасию накрыл мощный снегопад. За сутки выпала более месячная норма осадков. Из-за обледенения трасс пришлось приостановить пассажирские маршруты в сторону Балаксы и вершины Тёи. Проблематичным движением было и в Абакане. Пройдясь по мокрому снегу пару дней, горожане могли себе представить, в каких условиях живут сельчане, для которых распутится явление обычное. Впрочем, типичной наступающую весну никак не назовешь. Зима оставила снег в наследство не в тайге, как обычно, а в степной зоне республики. И оставила с избытком. Хороший плюс на улице. Местами до 15 градусов. Италы и склоновые воды подтопили приусадебные участки. В Алтайском, Аскийском, Бейском, Ширинском районах. А также в Абазе и Саиногорске. В списке пострадавших 290 человек. Глава Хакассии поручила оказать им материальную поддержку. К работе подключены муниципалитеты. Их задача помочь людям в подготовке необходимых документов для выплаты компенсаций. Вместе с тем, Виктор Зимин подверг жесткой критике районной власти. Логика главы Хакассии понятна и очевидна. Ликвидировать последствия научились. А вот готовить анализ возможного развития событий еще нет. Как будто за месяц мы не знали, что вода побежит и растает от снега. Где эти канавы очищенные? Нагорные канавы сделать. Но если кто-то не понимает, я не ошибаюсь в термине. Я строитель, я знаю, что это такое. Это отводные, водозащитные сооружения. Но все же пришли во власть для чего-то. Нужно соображать там на месте. Ну ладно, когда стихия. Град. Мы не можем противостоять ему. Налетел ветер. Сушь. Град побил. Не знаю, шифер все вынесло. Ну понятно, реагируем. И нужно выделить. Ну когда вот... Ну мы же специалисты на местах. У нас МЧС. У нас свои службы есть. Региональные. Глава, который взялся отвечать за республику, второй за район, за город, за поселок. Ну и какая реакция у нас? Ну почему не делаем это? Чтобы оценить ход работ, глава Хакассии проинспектировал поселения Алтайского, Бейского и Аскизского районов, жилые территории которых оказались под напором талых вод. Сейчас на местах едва ли не круглые сутки работают специалисты. О том, как они противостоят природному явлению, в репортаже моего коллеги Андрея Пахабова. К монотонному гудению мотопомпы жители окраины Белого Яра уже привыкли. Спецсредства откачивают растаявший снег с низины уже несколько дней подряд. Часть приусадебных участков подтоплена. Дома, возведенные для детей-сирот, остались сухими. Мы их построили три года назад, но проблем два года не было. В этом будет такая проблема. Много снега было. До такого вала, чтобы предотвратить эту беду. Мы просто не думали. Ну не было мало воды. Постепенно сбежало. Ход работ по предупреждению подтоплений низменных участков оценил лично глава региона. Виктор Зимин перед руководством сельсовета поставил задачу возвести в новом микрорайоне, где ведется активное жилищное строительство, дренажную систему. Вот сейчас основную часть воды скинули, отсыпочку вот сейчас делаем, чтобы людям было поудобнее. И летом, безусловно, вот Александр Владимирович уже говорил о том, что сделает здесь коллекторы накопительные. Надо сделать обязательно коллекторы. Готовьте документы, я помогу финансированию. Готовьте. Русские, делайте проекты. А это уже Бейский район. Талый снег придал сил местной речушке. Еще в минувшие выходные вода в этом месте была едва ли не по колено. Но гусеничная техника и КАМАЗы успели отсыпать береговую линию. С потопленными домами уже вопрос решен. Вот силы военных отсыпано дамбы. Сколько было потом? Потопленных домов, именно речкой было 19 домов. Это 20 квартир, 64 человека у нас были. Подвало? Шесть подполья. По поручению главы Хакасии в план работы местных властей и Минприроды Республики будут включены мероприятия по расчистке русла и дноуглубления реки для защиты населенного пункта в будущем. Давайте делать. Что тебе? Мы-то самостильные. Это не великий день. Но углубление провести и закроем эту тему. Аскизский район, станция Камышта. Капризы погоды и здесь несли коррективы в размеренную сельскую жизнь. Обошлось без серьезного ущерба. Александр Сандыков единственный, чье имущество промокло насквозь. Воды. Что в ограде, что на улице, что дома одинаково. В собаках только ходить по дому. Большинство людей успели как бы катошки убрать. Но мы сейчас все равно дали клещ по Камыште, по Катанам. Люди собирают катошки, мы оказываем обращаем. Специалисты подчеркивают, в Хакасии ситуация с талами водами находится на контроле властей. В муниципалитетах созданы комиссии, которые приступили к оценке ущерба. Общая сумма материальной поддержки тем, чье имущество пострадало свыше миллиона рублей. Власти Хакасии не снимают с контроля и ситуацию на реке Абакан. Чтобы не допустить ледяных заторов и, как следствие, подтоплений, были проведены подрывы в окрестностях Белого Яра и Абазы. И возвращаясь к теме пожарной безопасности, надзорные службы без промедления начали проверки торговых и развлекательных центров. Вместе с инспекторами помещение осмотрела и моя коллега Ольга Камзалакова. На крыльце торгового центра надзорников встречали собственники здания. Не успев войти в помещение, специалисты уже начали искать выход. Эвакуационные. Нужную дверь нашли быстро. Вот только она оказалась запертой. У нас вот здесь направление было, что здесь выход. Дверь закрыта. Сотрудник торгового центра объясняет, двери магнитные в случае срабатывания пожарной сигнализации открываются автоматически. Представители МЧС решили проверить. К работе приступают специалисты пожарной лаборатории. Поступает дым в газовую камеру извещателя. На прибор уходит уже сигнал о том, что сработало. Но сейчас пока здесь сработка идет от двух датчиков, то есть система оповещения должна запуститься. Но немножко что-то не сработало. Пожарная сигнализация сработала только с третьей попытки. Почему, теперь будут разбираться эксперты. Зато двери эвакуации действительно открылись автоматически. В этой части у специалистов претензий нет. За исключением одного «но». Замков в любом случае не должно быть. То есть они запрещены. За работой комиссии все это время наблюдали продавцы и посетители торгового центра. Люди отнеслись с пониманием к подобного рода проверкам. Да, конечно, нужны после того, что случилось. Вообще страшновато, конечно. Сейчас едешь, смотришь, все так же обделано, как и в Кемерове. Поэтому очень страшно, очень нужны проверки. Мы вчера с внучкой сидели, и я ей говорила, пойдете куда-то в развлекательный центр, обязательно посмотрите, где выходы. И желательно вообще посмотреть, открыты они или нет. Это очень важно. Надзорники также побывали и вот в этом детском развлекательном центре. Здание введено в эксплуатацию относительно недавно, поэтому пожарные проверки здесь еще ни разу не проводились. Бизнесмен признается, появление гостей в погонах стало для него неожиданностью, но заверяет, к пожарной безопасности здесь относятся со всей серьезностью. Работают как-никак с детьми. Сегодня в игровых залах пусто, а вот в выходные буквально не протолкнутся. Срочно поделить здание. Пожарный выход у нас находится, вот дверка за автоматами. В случае какого-то чрезвычайного происшествия. Смотря где находятся люди, то есть я нажимаю на кнопку, извещаю всех о том, что пожар. Соответственно, кто находится ближе к тому выходу, я их провожаю в тот выход. Те, кто больше ближе к центральному, я их провожаю к центральному выходу. Пока о результатах рано говорить, потому что в данном случае смотрится не только визуально, мы просматриваем с органом МЧС здание на соответствии пожарной безопасности. Смотрится и документация, которая запрашивается нами у собственных, либо вот кто владеет этими объектами. Потому что в любом случае результаты проверки будут доведены до сведения общественности. Осматривали все, начиная с крыши, заканчивая подвальными помещениями. Такие проверки в эти дни проходят по всей Хакасии. В республике создана специальная межведомственная комиссия. Чуть больше недели осталось до Пасхи. Для антимонопольной службы повод обратить пристальное внимание на прилавки. Точнее на самый ходовой предпраздничный товар – куриное яйцо. Назорники отправились в рейд по торговым точкам. Цель – пресечь возможные попытки нажиться на покупателях. Первая точка, куда отправились антимонопольщики – центральный рынок. Здесь разбег стоимости десятка яиц небольшой – от 53 до 55 рублей. Продавцы признают, отдельные предприниматели пытаются накручивать цены, но в целом цена на пасхальный продукт стоит на месте. У нас какие цены были такие. У нас просто разные предприниматели, разные работодатели. Каждый свои цены. То есть они все-таки повысили? У нас нет. На сельхозрынке цена не сильно отличается – от 48 до 60 рублей. Но здесь и выбор больше – от второй категории до выше. Еще и продукт напрямую от производителя. В торговых сетях, супер- и гипермаркетах выручить покупателя может только бонусная карта. Без нее десяток яиц станет золотым. Придется выложить до 88 рублей. Судя по всему, здесь уверены – перед знаменательной датой покупатели никуда не денутся. Это уже на Пасху. Я думала, пораньше возьму. А оно все равно так получается, что уже наценили за полмесяца. Почему у нас так всегда получается? К какому-то празднику и всегда подорожание. Через неделю антимонопольщики проведут очередной рейд по этим же точкам, чтобы окончательно зафиксировать стоимость популярного продукта прямо перед праздником. Если продавцы злоупотребят ситуации и завысят цены, им не избежать разбирательств с контролирующими органами. Предпринимателям грозят штрафы. Хакас-фильму 10 лет. Творческая группа представила зрителям свои новые работы. Показ картин прошел на дне хакасского кино в городском центре культуры «Победа». На всю Усть-Бюрскую тайгу, а я – лучший медвежатник. Кино о Хакасии и для Хакасии. Под таким девизом киностудия создает художественные и документальные фильмы. Творческий дуэт Марина Конодакова и Юрия Курочка за 10 лет создали 16 работ. К сожалению, очень мало понимания, что, наверное, если страна не имеет своего кино, в данном случае наша республика, это как семья не имеет свой фотоальбом. Вот, потому что это история. Тот фильм, который мы полностью сегодня будем показывать, это прошлогодний фильм «Охотник». Ну, такой очень удачный получился фильм, и он нам самим нравится, он показал себя на кинофестивалях. Сценарии, режиссура, съемки и монтаж. Два энтузиаста справляются с работой целой киногруппы. Региональный кинематограф – это не то, к чему привык массовый зритель. Спецэффекты уступают место погружению в национальную культуру. Московская студия или, ну, в основном, московские, да, у нас студии сейчас, они не приедут куда-нибудь там в Красноярский край или к нам в Хакасию, или, я не знаю, в республику Алтай, или в Новосибирскую область, и не снимут о них кино. А мы тоже хотим, чтобы она снимали кино, чтобы наши люди были на экране, чтобы наши традиции были на экране, чтобы наша культура была на экране. И звучал в том числе и родной язык. Хакас-фильм начинает экскурс по творчеству. В течение года будут показаны уже известные картины. Премьера – фильм «Мумиё». Это история о четверых друзьях, которые отправляются в тайгу на заработок. Поход становится проверкой их взаимоотношений. Одному из героев приходится делать выбор – умереть самому или остаться в живых ценой жизни товарища. Мы бы все равно вместе не выжили. Мне казалось, что даже духи предки мне помогают, и знаю, как будто вселяются в тебя. Впечатливая природа нашей Хакасии. Сама мысль, вот это вот, что вот переживание в тайге. Вот эти фильмы вызывают патриотизм. Он не просто вот такой вот пафосном фильме, а именно патриотизм. Полнометражная лента «Мумиё» в стадии производства премьера планируется в этом году. Призер чемпионата Европы, обладатель Кубка нации, чемпион мира среди студентов, мастер спорта международного класса по боксу. И все это регалии хрупкой девушки нашей землячки Саяны Сагатаевой. На днях она вернулась из Улан-Удэс, чемпионата России по боксу, откуда вновь привезла медаль. Мы встретились с чемпионкой и узнали, что даже в таком мужественном виде спорта можно оставаться женственной. Саяна Сагатаева в рубрике «Достояние Хакасии». И это тоже будни профессиональной спортсменки. Бокс-боксом о красоту никто не отменял. Девушка всегда найдет время на себя даже среди многочасовых ежедневных тренировок. В основном я только тренируюсь. Нет, ну, конечно, я там, ну, ухаживаю за собой, ухожу, ну, на различные, там, маникюры, педикюры, на массажи, какие-то там СПА-процедуры, это обязательно. А еще постоянное обучение. И три высших образования тому подтверждение. Ветеринарный факультет, Академия госслужбы, педагогика. Первую специальность получала как раз тогда, когда пришла в бокс. Довольно поздно, в 19 лет. За минувшие 8 лет в спорте было все. И начальные успехи на уровне Сибири и страны, где наш самородок заметили и пригласили в сборную России. Участие в международных соревнованиях и даже отборе на Олимпиаду в Рио. Потом кардинальные изменения в карьере и возвращение на родину под крыло тренера, который уверен, главные победы еще впереди. На следующий год 51, олимпийский вес. Ну и будем стараться завивать путевку и попасть на Олимпиаду в Токио. Потенциал огромный. И мы же знаем, что Саяна отбиралась и на предыдущую Олимпиаду. Но немножко не повезло. Она стала третьим, с третьей в Турции. Впрочем, сама спортсменка признает, тогда, наверное, еще морально не была готова к такому головокружительному взлету. Сегодня, спустя два года и огромное количество турниров международного уровня за спиной – настрой только на победу. Тем более, что главную Саяна уже совершила в самом начале, переступив первый порог боли. Я помню, у меня был спарринг с мальчиком. Я пропускаю удар. И у меня будет такой звон в ушах. Я не поняла, где-то я на секунду, я не поняла, где я и кто я. Я как-то так собралась. И нанесла ему несколько точных ударов, а затем уже и серию, и еще серию. И получается, в этот момент я преодолела себя. И тренер это заметил и увидел во мне бойца. Вчера Саяна Сокатаева одолела спортсменку Ольгу Гурову из Москвы. Тоже очень опытный спортсмен. У Саяна сама не промах, скажем так, давно уже в боксе, давно в женском боксе. Были у нее очень хорошие результаты. Она была первым номером сборной команды России в свое время. Хорошую атаку сейчас Саяна провела. Именно боковой правый дошел до цели. Манера ведения боя Саяны, я тебя, Юра, перебью. Насколько я ее знаю, это такой боевик. Это такой танк, который будет идти, будет драться бескомпромиссно. Минувший чемпионат России, прошедший в Улан-Удэ, стал лишь очередным этапом подготовки. Более 150 лучших представительниц бокса из 43 регионов России. Многократные победительницы страны, Европы, призеры кубков и чемпионатов мира и даже Олимпийских игр. Турнир показал, чтобы победить, надо быть на голову выше и сильнее соперниц. И серебряный результат Саяну, конечно, не устроил. Тем серьезнее настроена тренировки сегодня по возвращению домой, стиснув зубы, не замечая боль, упрямо идти к цели. У меня многие спрашивают, ну, боксом заниматься, это, наверное, больно, пропускать удары. Я говорю, нет, это не больно. Когда пропускаешь удары, это обидно. Этим мы завершаем обзор событий уходящей недели. С вами была программа «Семь дней» и я, ее ведущая, Анна Ахвашева. Увидимся в следующие выходные. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok